Привет, дорогие друзья! Наступило сегодня, а значит, это время Библии. Ну что ж, Библия, Новый Завет, первое послание апостола Павла Тимофею, 6 глава 6 стиха. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Люди в наше время, да и во все времена, стремятся к различным приобретениям. Люди хотят приобрести дорогую машину, приобрести дорогую путевку отдыхать, приобрести драгоценности, приобрести что-то материальное. Но есть великое, выдающееся, мощное, огромное приобретение – это быть благочестивым. И сегодня благочестие, оно не очень-таки и в моде. Благочестие – это слово означает богопочитание. Сегодня немногие люди почитают Бога, чтут Бога. И благочестие – это слово, которое означает богопочитание, выраженное в праведных, святых делах, угодных Богу. Мало людей сегодня живет так, чтобы это было угодно Богу, чтобы это Господу нравилось. И великое приобретение сегодня – быть благочестивым и довольным. Многие люди недовольны, людям не хватает. Люди достигают определенных вершин, люди приобретают что-то, люди идут по карьерной лестнице, расширяют свои пределы и границы. Но им всегда не хватает и всегда внутри людей живет такое недовольство, неудовлетворенность жизнью. И поэтому Писание говорит, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Быть всегда удовлетворенным внутри себя. И дальше Павел пишет, ибо мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Когда мы родились с вами, друзья, мы родились на этот свет совершенно голыми, и когда мы умрем, и такое будет с каждым человеком, никто из нас не заберет свои богатства, свои доллары, свои квартиры, свои яхты, какие-то физические любые другие приобретения. Мы ничего не можем из этого мира вынести. И об этом говорит Павел. И имея пропитание и одежду, будем довольны и тем. Итак, Новый Завет, Священное Писание учит нас довольствоваться необходимым. Писание совершенно против роскоши, каких-то излишеств. Оно учит нас быть довольным, когда мы имеем пропитание и одежду. То есть что-то необходимое, крайне необходимое для жизни. И совершенно Писание против всякого недовольства, бунта, ропота, злости и так далее. И дальше Павел пишет, а желающие обогащаться впадают в искушение и сеть, и многие безрассудные и вредные похоти. И, к сожалению, не только люди в этом мире, но и христиане ловятся на эту ловушку, которая называется желание обогатиться. Люди стремятся обогатиться, люди стремятся иметь богатство, они думают, что богатство решит их проблемы. Они уповают на богатство, они надеются на финансы, они думают, что эти беды пройдут, эти трудности пройдут, когда у меня будут финансы. И люди желают обогащаться, и люди желают удовлетворять свои не только даже необходимости, а свои похоти, свои меркантильные интересы, свои неправильные желания через финансы. И люди желают обогащаться и впадают через это в искушение и сеть, то есть в несвободу. Сегодня многие люди не свободны от денег, люди убивают из-за денег, люди ненавидят из-за денег, и это сеть, это не свободно, не свобода, и люди становятся рабами, рабами денег. Сеть это, когда рыба попадает в сеть, все, за нее кто-то решает уже. Поймавшие ее решают, куда рыбу, в аквариум или на сковородку. И сегодня ты, если желаешь обогащаться, если твоя цель богатство, то ты впадаешь в несвободу и сеть, ты уже не хозяин себе, ты рыба вот в этой сети. И люди впадают в искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти. Через желание обогащаться, люди впадают в другие различные похоти, различный разврат. Богатые люди, у которых есть все, они нередко, и слава богу, что они все, но нередко, они страдают многими видами развратов, потому что у них есть все, и им хочется попробовать чего-то еще. И они впадают в многие-многие разные безрассудные и вредные похоти. Давайте поймем, что похоти, они вредные. Ты знаешь, откуда вред в твоей жизни? Ты знаешь, откуда болезни в жизни у людей, одиночество, зло, неудачи? Почему люди умирают раньше времени? Откуда этот вред? От их похотей. Люди живут своими похотями, люди не живут вообще здравым смыслом, словом Божьим. Они не живут волей Божьей, которая записана в Библии. Они живут своими желаниями, так как они хотят, и это приносит им вред. И эти похоти, говорит Павел, они погружают людей в бедствие и пагубу. Откуда пагуба, то есть погибель, откуда беда? За что в жизни человека приходит вечная погибель и беда вечной смерти? Почему беды в этой жизни, царство, в жизни человека? Да потому что он живет своими похотями, потому что он идет на поводу у своих желаний, попирая и топча волю Божью. И дальше Павел продолжает, ибо корень всех зол есть сребролюбие. Есть такой вид греха сребролюбия, поклонение деньгам. Нет, деньги это нормально, деньги нам необходимы. Но есть люди, которые готовы топтать совесть, топтать принципы, топтать здравый смысл ради денег. Это люди, которые поклоняются не Господу Богу, сотворившему небо земли, а поклоняются деньгам. Для них деньги Бог. И корень всех зол есть сребролюбие. Что это означает? Это означает, что сребролюбие может являться причиной всякого зла. Один убил другого, убийство это зло, но корнем этому, причиной и мотивом было сребролюбие. Один человек изменил другому, и здесь может быть сребролюбие, человек может изменить из-за денег. Зависть, ненависть, вражда, хула какая-то, лукавые подозрения, этому тоже может быть корень сребролюбия. Сребролюбие является корнем многих и многих вещей. Люди наживаются на других, продают наркотики. Что этому корень? Сребролюбие. Ради денег они это делают. Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. И к сожалению, сегодня в христианских кругах есть люди уклонившиеся, есть люди, которые служат мамоне, богатству, имуществу. Люди, которые уклонились вообще от веры. Итак, бегать за деньгами, бегать за финансами, жить этим, это уклонение от веры. Желание обогатиться, это уклониться от веры, которую дал нам Иисус. От вероучения, которое преподал Христос и Иисус, и которое принесли апостолы. И эти люди, они уклонились от веры, предавшись сребролюбию, и сами себя подвергли многим скорбям. Итак, корень твоих скорбей, корень твоих горечей, твоей неудовлетворенности, твоих бед в твоей жизни, это твои похоти. Вырви похоти, разберись с похотями, начни жить для воли Божией, и скорби уйдут. Все просто. И дальше Павел продолжает, ты же человек Божий, в отличие от тех, кто предался слеболюбию и мамоне. Ты же человек Божий, убегай сего. Нам нужно бегать от всякого слебролюбия, от всякого поклонения деньгам. Друзья, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, к которой ты и призван. Друзья, мы призваны не к тому, чтобы стать самыми богатыми или самыми успешными, не к тому, чтобы у нас была крутая жизнь в инстаграме, чтобы мы фотографировались там с самарами, с лобстерами. Не это призвание и цель нашей жизни. Мы призваны к вечной жизни. Мы проживем короткую жизнь, пусть сто лет, но это коротко. И потом мы умрем и предстанем пред Богом. И там Бог через Христа и Иисуса будет судить нас. И Он скажет, ребята, для чего вы жили? Вы жили вот для этих маленьких меркательных интересов, для наслаждения этого времени. Вы жили. Вы не понимали, что вы призваны к вечной жизни. Что этот маленький отрезок вашей судьбы нужно было прожить так, чтобы там в вечной жизни удостоиться славы Божьей, удостоиться похвалы Божьей. Люди живут этим днем, живут этими похотями, потому что не понимают, что они призваны к вечной жизни. И настоящий человек Божий, он убегает от этих похотей. Он держится правды, веры, любви, мира, кротости. И он понимает, что он призван к вечной жизни. И он борется, подвязается добрым подвигом веры. Это человек, который борется в вере, который преодолевает трудности жизни верою, который живет по вере, по вероучению Христа Иисуса, и который своим поведением, своим словом распространяет веру Христову, вероучение Христа Иисуса для других людей. И ты призван к вечной жизни, исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. И если мы сегодня верим в Иисуса Христа, если мы верующие, мы должны также исповедовать доброе исповедание пред многими свидетелями. Мы должны говорить, что мы верующие. Мы не должны стесняться, что мы христиане. Мы должны исповедовать и признать доброе исповедание. Наше исповедание доброе. Алкоголик говорит, что он, да, я пью, и что в том такого? Он исповедует и не стесняется. Злодей тоже говорит о своем злодействии, хвалится им, он этого не стесняется. Это не доброе исповедание. Ты сегодня христианин, ты видишь в Иисуса, почему ты должен этого стесняться. Исповедуй доброе исповедание пред многими свидетелями. Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал, пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Иисус не стыдился своего учения, не стыдись учения Христова, не стыдись Библии, не стыдись говорить о Священном Писании и жить по Нему. Иисус исповедовал доброе исповедание пред Понтием Пилатом, пред правителем того времени, в той местности, где он жил. Завещаю тебе пред Богом, пред Иисусом Христом, говорит Павел Тимофею, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. До пришествия Господа Иисуса, до явления Господа Иисуса. Задача наша сегодня соблюсти заповедь, заповедь Библии, жить по Священному Писанию, жить в соответствии с волей Божией. И соблюсти эту заповедь чисто. Твоя цель в этой жизни соблюдать заповедь Божью. И вот, до явления Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный, единый сильный царь, царствующий и Господь господствующий. И Павел говорит, что Бог Он блаженный, это слово означает счастливый. Бог невероятно счастлив. Бог счастливый внутри себя и Бог тот, который хочет делиться счастьем и сделать тебя счастливым. Если мы живем без Бога, если мы живем для других Богов, для ценностей этого мира, для денег в частности, то мы всегда будем недовольны, мы всегда будем неудовлетворены в себе. Если мы живем для похотей, мы стремимся исполнять свои желания, то всегда на новые желания приходят новые желания, на новые цели достигнуты приходят другие цели, которые ты хочешь достичь. И ты всегда неудовлетворен, и ты всегда отчасти несчастен, хотя в инстаграме и соцсетях ты представляешь себя счастливым человеком. Но есть Бог, который счастлив, и когда ты будешь соблюдать заповедь Его, чисто жить по Божьему учению, Бог вселит в себя свое блаженство, в тебя вселит свое блаженство. Потому что Он блаженный и единый сильный Царь царствующих, и Господь господствующий, имеющий один бессмертие, который обитает в неприступном свете, и которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. И дальше Павел говорит, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе, и уповали не на богатство неверное, но на Бога Живого, дающего все обильно для наслаждения. Итак, Павел возвращается к теме денег. Есть богатство неверное, есть то, когда мы придем на небеса, там уже не будет денег, там уже ты не похвалишься своим толстым кошельком. Это богатство неверное, оно приходящее, оно только в этом времени. И сегодня люди гордятся своим богатством, гордятся тем, что они что-то имеют. А многие люди скорбят, вот я такой бедный, я концы с концами свожу, в отличие от этих людей. И мы должны понять, что это богатство, это не ценность и не приоритет в этой жизни. Да, есть богатые люди, есть менее богатые, есть бедные люди. Не в этом суть жизни, не в этом суть судьбы. И богатые, которые живут в этом веке богатыми, их увещевая, говорит Павел, чтобы они не высоко думали о себе. Если ты богат, это не значит, ты высок, это ты лучше кого-то. Если ты беден, это не значит, что ты хуже кого-то. Чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. Многие люди уповают сегодня не на Бога, надеются не на Бога, а на богатство. И Писание учит нас полагать свою надежду на Бога, верить в Бога, верить в помощь Божию и опираться в этой жизни на Бога, который дает все обильно для наслаждения. Богу хочет помогать тебе, ты бегаешь за деньгами, ты ищешь этих денег, ты работаешь на работах, и у тебя нет времени читать Библию и молиться, иметь отношение с Богом и жить верою, потому что ты думаешь, что деньги решат твои проблемы. Ты уповаешь не на Бога, который дает обильно все для наслаждения, который нужду твою может восполнить. Ты уповаешь на себя самого и на деньги, которые ты можешь достигнуть, достать. И это идол, ты поклоняешься деньгам, ты поклоняешься своим силам, ты надеешься на себя и надеешься на финансы. Начни уповать на Бога, начни иметь отношение с Богом, иметь духовность с Богом, изучать Библию, молиться, общаться с верующими людьми. Ты же не животное, чтобы жить просто вот для как бы купить квартиру, дубленку и маленькую собачонку. Ты же не животное, вот это вот, ты не признан к материальному. Задумайся о духовном, задумайся о Боге, задумайся о Библии и начни надеяться и уповать на Бога живого. А уж Он-то в свою очередь дает все обильно для наслаждения в этой жизни. Друзья, наступило сегодня и сегодня никогда не заканчивается. И когда у нас сегодня это время изучать Библию? Библию, пока!